Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады! Сегодня, как и обещала, покажу вам примерки пальто из Зары, которое я мерила в моем прошлом влоге, шоппинг-влоге, но решила сделать из этого отдельное видео, чтобы предыдущее не было таким длинным. Но сначала, кстати, хочу вам показать. Я вот, ходя по магазину и разглядывая всякие вещи, нашла такую интересную штуку. Не то шарф, не то свитер, непонятная такая предмет, гардероба, скажем так, с горлом, с рукавами, но при этом такой коротенький, узенький, как шарфик. Очень интересная вещь, думаю, как бы ее внедрить в свой гардероб. Но переходим к пальто. Итак, первое пальто – это бежевое классическое пальто, цвета Camel это называется. И оно совершенно такое классическое, без всяких премудростей, без подкладки. Тонкое на очень теплую осень или весну. И оно очень такой оверсайз, я бы сказала, потому что я померила размер медиума. Как вы видите, оно на мне очень свободно. Хочу сказать одну вещь. Я была в этот день в платье, в пиджаке. На пиджак очень неудобно мерить пальто. Кстати, вот нашла картинку на сайте, показать вам и поставила видео, чтобы вы лучше, может быть, различили и поняли, что к чему, потому что на видео, может быть, не всегда видно. Так, следующее – это кожезаменитель плащ. Ну, куда же без него. И это размер Extra Large. Значит, там было Extra Small и Extra Large. Но я уже поняла, что в Zara на размеры вообще смотреть нельзя. То есть, я уже давно это поняла. И просто нужно мерить на себя любой размер, который вы найдете. Вот размер Extra Large, он абсолютно мне невелик. Я не знаю, как бы немножко смущает меня все это. Вот, потому что я думаю, либо мне надо срочно-срочно на диету какую-то садиться, либо в Zara что-то не так с размерами. Но я как-то себя совсем не вижу в размере Extra Large, хотя мы иногда себя не видим как следует. А нам все кажется, что мы тонкие и звонкие, а мы уже совсем не такие уже тонкие и звонкие. Ну, неважно. Вот его картинка, этого плаща. Мне он понравился. Он выглядит эффектно. Хотя, в принципе, он стоит всего 99 долларов. Совсем недорого. Но выглядит как настоящая кожа, хорошо сделан. Следующее пальто – это тоже классический бежевый тренч, плащ. Даже не плащ, вернее, а пальто. Оно с подкладкой. Тоже размер Medium. С большим трудом, как вы видите. С очень большим трудом. Я смогла его застегнуть на себе. Опять же, может быть, помешало тому, что под пальто у меня был пиджак. Это довольно неудобно. Я вот как-то не продумала и пришла в пиджаке. Неудобно примерять вот такого типа пальто, знаете, которое как бы по фигуре. Это, в принципе, пальто само как пиджак. Пиджачного типа. Единственное, что оно как бы длинное. Но в расстегнутом виде смотрится неплохо. Я думаю, что если бы на мне не было пиджака, то тоже было бы неплохо. Выглядело бы лучше. Хотя, наверное, все-таки, наверное, лучше мне было бы взять размер Large, чтобы чувствовать себя более свободно. Потому что если не пиджак, то под пальто можно пододеть свитер, и снова оно будет как бы маловато. Так, следующее пальто. Это очень-очень трендовое, очень современное пальто-рубашка. Такая фланелевая как бы пальто-рубаха. В клетку. Очень комфортная вещь. Не очень элегантно, я бы сказала, выглядит. Но сейчас мода такая, знаете... Ну, вот такая мода. Но я должна сказать, что оно очень удобно, очень комфортно. Это размер medium, и оно мне очень хорошо, очень у меня в нем было удобно. И пиджак под ним, и свитер теплый, можно пододеть. Я на веб-сайте его не нашла, и поставила вам такие вот картинки смешные. На самом деле, я не удивлена, что не нашла его на веб-сайте, потому что вот эти вот так вот одетые люди, это называется канадское таксида. То есть люди в Канаде очень любят такие рубашки в клетку, фланелевые, которые как бы очень удобно носить. И такая, знаете, мода дровосеков. Но переходим к следующему пальто. Пальто очень красивого серого цвета, очень красивого фасона, очень классического. Я повторяю слово очень, наверное, 10 раз в каждом своем видео, но простите меня. Я такой человек эмоциональный. Мне понравилось это пальто. Просто вот удобное, комфортное, красивое. И хорошо сидит, хорошо сшито. Нет у меня к нему никаких претензий. Понравилось мне это пальто. Вот оно на сайте. В общем, рекомендую, потому что оно как бы во всех ипостасях хорошо. Ну и, конечно, белое пальто. Девочки, этой осенью белая верхняя одежда у нас рулит, я бы сказала. И это пальто шикарное. Я его примерила. Тоже размер medium. Оно тоже сидит совсем неплохо. И тоже мне не мало, несмотря на то, что на мне пиджак надет внизу. Две пуговицы. Очень широкие такие, видите, просторные рукава. Это я поднесла вот этикетку к зеркалу, чтобы проверить, какой на мне размер. Сама не помню, в какой мере, у какой взяла. Красивое пальто. Ничего не могу сказать. Очень мне понравилось. Хотела бы я его купить. Но посмотрим. Подумаем, подождем. Потому что, в принципе, конечно, нашу осень дождливую, холодную и не очень такую солнечную, я бы сказала канадскую, белое пальто не будет носиться часто. И я думаю, что в использовании оно не будет как бы часто использоваться. Поэтому надо подумать. Над этим стоило оно, по-моему, в районе 200 долларов. В общем, не так уж и мало. Так что подумать надо. Следующее, еще одно белое пальто, совершенно другое. Это, во-первых, оно тоньше. Оно больше похоже на плащ. Во-вторых, оно такое приталенное под пояс. И там была ткань буклированная, а здесь обычная гладкая ткань. Мерю размер large. Опять же, с размерами как бы, ну, то, что есть. Село оно прекрасно. Выглядит оно очень красиво. Немножко напоминает халат доктора. Но не очень. Если честно, пояс как-то вот добавляет к нему какой-то элегантности. Кстати, я должна сказать, что пока я его мерила, мимо меня прошли две женщины, посмотревшие на меня, сказали, где я нашла такую красоту, и где они висят, эти пальто. Им тоже они нужны. Прямо срочно сейчас. Так что Зара мне может доплачивать за рекламу, по-моему, уже. Я-то сама не купила, но две дамочки, возможно, глядя на меня, купили это пальто. Так что, в общем, Зара, если ты меня смотришь, я не думаю, конечно. Но это шутка на самом деле. Вот так оно выглядит на сайте. Это фотография этого пальто. Элегантное, красивое плащ-пальто такое. Так, переходим к чему-то более темному. Вот эти вот пальто, сшито из этой ткани, специальная итальянская ткань, хороший состав, очень красивое и хорошее пальто. Стоят они 219 долларов. Я должна сказать, что это не очень дорого, потому что в них 75% шерсти, итальянская ткань. Я думаю, что, в принципе, цена довольно такая демократичная, я бы сказала. Выглядит оно очень хорошо. Я меряю размер медиум, он тоже мне маловат. Возможно, если бы не было пиджака, он бы сел лучше на меня. Я застегнула его с большим трудом. Пальто выглядит дорого. Выглядело бы дорого и элегантно, если бы не эта пластиковая пряжка и пуговицы, которые, в общем, как-то портят всю картину. Ну, правда, что мы сделали пальто из хорошей итальянской ткани, практически шерстяное, очень элегантно сшито. Не могу придраться ни к швам, ни к лацканам, ни к чему, но вот эта пряжка пластиковая, дешевая на поясе, это просто, ну, вот вообще ни в какие ворота. Ну, и пуговицы так себе, какие-то блестящие, металлические, все-таки, мне кажется, если бы они были такие немножко более матовые, они были бы красивее. В принципе, пуговицы можно перешить, да и пряжку можно поменять, но как-то заморачиваться за 200 долларов пальто, не знаю. Хотя, конечно, оно выглядит неплохо, выглядит красиво, но вот пряжка эта меня смутила, потому что, не знаю, может, от я придираюсь, конечно, но вот так. Простите меня опять за кривую съемку, как-то у меня камера легла, телефон как-то повернулся, я не заметила. Следующее пальто тоже темно-синее, тоже из той же самой ткани, 75% шерсть, итальянская ткань, немножко другой фасон, оно не приталенное, оно прямое. Размер, как вы видите, экстра ларч, ну, потому что другого размера не было, я померила, что было, и он, кстати, не очень, не очень уж такой уж большой. Пальто выглядит неплохо, особенно хорошо оно выглядит рядом с красным огнетушителем, который мелькает у меня в кадре, и, в общем, создает такую атмосферу, да, тушите пожар. Да, действительно, пальто неплохое, немножко другой фасон, чем предыдущее, оно без пояса и без пряжки, может быть, поэтому оно выглядит более красиво, и, кстати, пуговицы лучше в нем, в этом пальто сделаны, оно прямое, не приталенное, хорошее пальто, и еще одно пальто, на сей раз размер ларч, я меряю, оно мне, кстати, было очень велико, это уже обычное пальто, никакой шерсти в нем нету, синтетика, тоже рядом с красным огнетушителем, синее пальто, с золотыми пуговицами, выглядит просто шикарно, я считаю, немножко великовато оно мне, ну, размер ларч, все-таки великоват на мне, что меня радует, оно укороченное, оно не длинное, и тоже вполне себе неплохо так выглядит, немножко подешевле, но, в принципе, выглядит довольно так достойно, ну, все, на сегодня все, девочки, далеко не уходите, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте мне лайки, всем буду очень рада, всем привет, и пока, до следующих встреч, бай-бай, люблю, целую.